Добрый день всем еще раз. Возвращаемся к матчу GSC Cup. У нас четвертьфинал и Кенси Уипс встречаются против Гигабайт Минески. Первый матч был за командой Минески. Там без шансов для Кенси Уипс вообще как-то кривовато реализовали все, что у них было. Пик оказался недееспособным и одна Дроу Рейнджер там в паре, правда, с несколькими ребятами, но по сути Джейна Дроу Рейнджер решил все вопросы для себя положительно. Минески. На данный момент в пик забирают Квапу, Рубика, Лину и Венчфул Спирит. Лина была в прошлом матче, оказалась бесполезной. Квапа была в прошлом матче для Кенси Уипс, оказалась бесполезной. Ну и теперь два данных персонажа, действительно крутых персонажа в руках команды Минески. Я так понимаю, они пиком випсов прошлого матча решили в этом матче наказать австралийский коллектив. Посмотрим, насколько это удачно получится. В составе Кенси Уипс, Фестес Войт, Энигма, Феникс и Сайленсер. Ну, последний пик. Чего не хватает для Кенси Уипс? Не хватает у Флейнера. Квапа пойдет, я думаю, фармить в легкую. Ку-ку на линии может отправиться смело фармить в мид-лейн. Рубик, Венга. Либо Ром, либо Саппорта на лайне. Ну и, конечно же, у Флейнера не хватает. Брудмазер забанили Кенси Уипс, а здесь Дроу Рейнджер для Минески появляется. Опять Дровка. Хорошо она заходит в любом случае. Тут еще и под Ауру Винги. Дроу Рейнджер просто великолепно заходит. Кого отправят на уфлейн? Правда, у меня вопрос. Ну, может смело идти Трипла, я думаю, на уфлейн. Из Веншфул Спирит, Дроу Рейнджера и Рубик. Трипла очень функциональная и серьезно дамажищая. В прошлом матче та же история абсолютно была. Ну и Квапа отправится в соло фармить. Алина, я думаю, смело может фармить мид-лейн. Пак для Кенси Уипс. Туди забирает Фестлес Войда в сложную. Пак отправится в мид. Энигма будет фармить в лесу. Сайленсер, я так понимаю, здесь фармящик. Уэддинг Крэш на паке для мид-лейна. Гоу Дот. Забирает Энигму. 3-4-3 на Фениксе. Ну и неужели у нас фармящий Сайленсер? Приехали вообще. Уэддинг Крэш в прошлом матче вообще всю команду Кенси Уипс вытягивал за счет Лины. Теперь глянем, что будет в данном матче. Но фармящий Сайленсер я такого тысячу лет не видел. Может даже и полторы тысячи лет. 5 секунд осталось. Ова забирает себе Веншфул Спирит. Ну и Чейнс забирает Сайленсера. Круто тень, конечно. Сайленсер, который фармит. Это серьезнейший Сайленсер вообще. Из всех Сайленсеров. Хотя, вот судя по запаку, не все у Чейнса для фарма имеется. Есть Танго и есть Бузов Спит. По большому счету для фарма толком-то и ничего нет. Обычно у нас фармящие герои приобретают себе что-то там по типу Рейсбенд, Нул Талисман или Брасер для... Ну, Брасер, конечно, нет. У нас Силачи вообще не фармят. Джей играет у нас на Рубике. Лина для Джея. Вот так вот. Теперь Дроу Рейнджер будет не для Джея. В прошлом матче именно Джей фармил на Дроу Рейнджер. Теперь дров, как я понимаю, для Джесси Уош. И в мид отправляется у нас Дроу Рейнджер. В прошлый матч Джесси Уош отыграл на Аксе и был великолепен в своем выборе. Посмотрим, что будет сейчас. Феникс на 3-4-3. Пока что ждет, что там будет на нижней руне. В принципе, эскейп у Квапы есть. Если захочет убежать, убежит. Тут, собственно, не проблема. Ну, как и предполагалось. Ку-Ку отправляется фармить в легкую на Аквапе. Только вот то, что на мидлейн. Отправится фармить у нас Джесси Уош на Дроу Рейнджер. Этого, конечно, предугадать, наверное, никто не мог. Да и команда Минески до последнего не знала. Ну и Джей на линии будет фармить в трипле. Трипла на сложную. С фармящей Линой. Вы вообще слышали когда-нибудь такое? Вот, пожалуйста, учитесь. Ведин Крэш в мидлейне на Апаке. Нул Талисман есть. Хеллинг Селф и два ворованных Танга. Ну и Джесси Уош на дровке, по идее, не должен у нас перефармливать Пака. По идее, Паку есть чем харасить. Есть чем уворачиваться. Первым прокачал, кстати, фейсшифт. Даже непонятно толком зачем. Ну ладно, и прокачал, и прокачал. Убежать фейсшифт в жизни не поможет у нас Паку от Дроу Рейнджер. Разве что где-то один-два удара за ивэдит. Ну, примерно так и получается. Джесси Уош в итоге немного получает. Хотя бы один Крэш посильнее проседает по ХП. Тут один-два удара, и половина ХП у нас у Пака разлетается. Да и через Орб сильно не заспамишь Джесси Уоша. Орб, в принципе, медленно. Если рукастый мидер, то Элизори Орб не сильно-то, в принципе, и возможность имеет тебя хоть как-то продамажить. Куку на Квапе терпит. Тут через спиритов неплохо так Феллингс наваливает своему оппоненту. Джей подходит уже к Тавру. Загнали Туди вообще за Кудыкину гору. Туди отправляется у нас между Т1 и Т2. И, кстати, Джей вообще себя валежно чувствует. 4-1 по крипам. У Туди по крипам 2 на 0. Кое-как по Таварам 2 их себе заковырял. Но здесь фармят. Фармит даже Венжи Фулл Спирит. 3 на 0. Кстати, крипстату Винги. Кто позволил? Лина 5 на 1. У Энигмы, на котором играет Голдот, уже 10 на 1. Но это лесная Энигма. Неудивительно. В принципе, Джей на линии пока топ. Крипстат. Ну и Сайленсер. 5 на 4. Это все сложная линия. Сложная дабла. Феникс здесь лайн саппорт для Чейнса. И Чейнс... И Чейнс фармящий Лансер. Фармянщий, точнее Сайленсер. ФБ пока не было. Туди отгоняют. Руну, конечно, Туди взял. Молодец. В честь ему и хвала. Но это руна регенерации для фулового Фейслес Вайда. Более чем полезна. Ну и теперь 15 тысяч минут надо идти на собственный лайн. В это время фарм капает линию. Левел идет у нас с Квенш Фулл Спирит. И приходит сюда Туди второго левела. Его здесь уже ждет. Практически третьего левела Лина. Ну и второй левел Рубик. Второй левел Винга. Туди, я думаю, доиграется в свою доту. Все, пошел сам себе режиссировать. Самостоятельно пошел делать отводы. Чейнс в это время загоняет у нас под тавер. Квапу и Квапу разбирают. Еще и подукрал немножко интеллекта. Два интеллекта уже в первом же файте. Чейнс забирает себе. И это более чем полезно. Глэвы вкачал. Вкачал Ласт Ворд. Ну и все. И Квапа начинает терпеть. Итак, еще 2-3 убийства. Квапе надо будет отсюда бежать. Квапа врывается на чейнс, а он уже фуловый. Вообще не ожидал у нас Квапа такого расклада. Просто, видимо, наобум врывалась. Не получилось. Wedding Crash. Никуда отсюда не уходит. Тут заковыряют его. Еще, кстати, можно и подфармить немножко Эйдалонов. Есть фейтболт. Ну так юзни, Рубик. Не рискнул Рубик. В итоге 1-1 счет становится. Забирают мидера команды CSW игроки от игроки Минески. Триплой вышли на мид. Джесси Бош вообще даже на это не реагирует. Просто фармит на мидлейне. Тут и без него, в принципе, убийства нормально происходят. По золоту. CSW чуть-чуть опережает своего соперника. По экспириенсу чуть более тысячи в пользу CSW. Джей, 18 на 10. Кстати, что там? Сайленсер опять убил Квапу. Где это все? Квапа, родная, где ты? Это все по Т2 команды CSW. Давайте посмотрим повтор. В принципе, можно будет глянуть. Ку-ку врывается у нас на Чейнса. Скрим оф Пейн. Ласт Уорд. Ну и Ку-ку здесь сыпется. Сначала сыпется Сайленсер. Потом сыпется Квин оф Пейн. Что хорошо для Квапы? Это то, что не Долана. Не Долана интеллект. И так многовато как-то Сайленсеру. Плюс 2 уже имеется. Плюс 2 поинта. Это 4 интеллекта. Ну и в собственном лесу CSW. Под Смаком Сайленсер. Готовится выйти на триплу и забрать Джея. Как я понимаю, Джея оставили саппорт. И все его бросили. Все пошли на вечеринку в лесу. Ну ничего. Лина сильная женщина. Лина справится. 1600, кстати. Уже у Лины. Заходит в спину Туди. Третьего левела Туди. Пятого левела Лина. Будет Соло здесь драться. Сайленс моментально у нас в Лину. Тут не по шансам вообще. Забирают Лину. И Сайленсер крадет теперь и у этой подруги. Интеллект. Уже у Чейнса все хорошо. Плюс 4 по интеллекту. Скоро будет много демеджа. Скоро будет много, в принципе... До чего? Много демеджа будет. Все. Не продолжаем. Синонимический ряд. Джесси Уош. Уже приобретает себе Бутсов Спид. Гоффсов Хейст. Есть Рейсбенд. Ну и в принципе должен лететь ПТ. Нет, ПТ еще не летит. Правда, деньги на него у Джесси Уоша уже имеются. На первом месте вообще идет у нас мидер команды Минески. На втором месте Энигма. У Энигма 2-400. Чуть-чуть отстает от дровки. На третьем месте Чейнс. У него 3-1 счет. Понятно. Чейнс нормально себя чувствует. Ну и по фарму Чейнса тоже. 14 крипов. Кое-что, в принципе, имеется. Ну, главное, что есть у Чейнса в вопросах денег. Это три убийства. Так, поймали у нас 3-4-3. Не выпускает вообще. Икарус Дайв, не Икарус Дайв. В фиолетово команде Минески. Тут 2 стана. Плюс дизейбл от Рубика. Всего предостаточно. Фейтболл, Драгон, Слейв. Не один пока из героя в CSW. Рассказ данной триплы не выдержит. И, может быть, даже где-то минуты до 25-ой никто не выдержит. Потому что там Лагуна Блейд появится. Там появится... Ничего, в принципе, больше и серьезнее не появится. Но левела, правда, вырастут по дэмиджу. Что Фейтболта, что Лайтстрайк Эррей. Что... Что Драгон Слейв от Лины. Вот. Настоящий фармящий керри. Серьезный мейн керри. Джей. Приобретает себе Мидас. Лина, не Лина. Вообще фиолетово. Любой герой. Есть деньги, приобретай Мидас. Ну, нормально на самом деле схема. Да, там, я знаю, очень многие флеймят по этому вопросу. Не нравится, мол, откладываются артефакты надолго. А по факту это очень серьезный буст. Я думаю, на 20-ой минуте этот же Мидас, Линни. Во-первых, себя купит 15 раз. Во-вторых, как минимум плюс один слот подарит. В 20-ой минуте. Ну, на долгую перспективу. У Пака 13 на 5. Вейдинг Рэш, загнанный на своем лайне, оказался нереально вообще. 13 на 5 по крипам. 0-1 по КДА. 41 на 22 у Джесси Вош. Есть Мидас. Бутсов Спид имеется. Рейс Бэнд. Ну, и скоро появится ПТ. А дальше Мом. А дальше Яша. А дальше еще что-нибудь. И все. И там Кенси Випс просто-напросто заканчиваются. У Туди. Немножко осталось еще до Пауэр Трэдс. У 3-4-3 на Фениксе. Нет до сих пор еще Транквилл. До Транквилл 75. У Сайленсера есть Мидас. Вот так вот. Ну, те, кто рано зарабатывают деньги, те вкладывают свои деньги сразу же в такой буст, как Хэнд оф Мидас. Ну, и Бутсов Спид есть. 600 сверху имеется. У Пака мы видели. Ситуация очень печальная. У Энигмы немножко остается до Мекки. У Рубика. 940 на руках. Рубик у нас, скорее всего, пойдет в покупку Аркана. А потом уже, как, собственно, как получится. У Квапы, ПТ, ну, Талисман и Хилинг Селф, Лина, Мидас и все. Пока ничего. Так как Карус Дайв у нас полетел в Джея. Дримскойл по двоим. Ну, и, скорее всего, здесь двоих и заберут. Рубик разваливается. И что для Чейнса? Это плюс 8 интеллекта для Чейнса. Гоу Дот. Рассыпается. Чейнс тоже, скорее всего, умрет. Ку-ку пришел мстить. И пока у него все великолепно получается, и Карус Дайва еще тысячу лет не будет. Да, дай ты триплкил, а. В итоге делят на двоих у нас. Феникса. Ну, и разменялись 3 в 2 в пользу команды Минески. 960 по золоту Минески заработали, и по экспириенсу больше на 1200, чем свои оппоненты. Даже где-то 1250 Туди перемещается на мидлейн. Есть у него уже хроносфера. И таймбрейкер в руках, как я понимаю, да? Меняли-меняли фигурку, а крутые шмотки остаются крутыми шмотками. Таймбрейкер для Туди. Ну, и тут всего по чуть-чуть. Все, в принципе, функционально и рабочее. ПТ прилетает. Фейслес войду. Врыв сразу по двоим. Зацепили Рубика и зацепили Лину. А Лина, может, еще и выживает, кстати. Нормально так все провязали. Правда, нет маны у Лины на Лагуна Блейд. Ну, вот нормально. Мидас купила, а какой-нибудь элементарный Мэджик Уон приобрести не получилось. Ну и что? Рубика убивают. Чейнс еще. Нет, Чейнс не зарабатывает. Здесь никаких дополнительных очков интеллекта. Чейнс остается без бонуса. 821 заработали на команде Минески игроки CSW. Ну и 950 по экспириенсу. По графикам. 2000 Минески. По экспириенсу чуть более... Чуть более даже не знаю скольки. Чуть более ноля. CSW опережает своих оппонентов. Ну и... Ну и это, в принципе, для Минески фиолетово. Потому что по золоту выигрывают. Там появляются где-то артефакты. С этими артефактами потом появится и левел, появится экспириенс. Кто лучше одет, кто больше следит за модой и трендами, тот, в принципе, у нас обычный выигрывает. Потому что уровень рук, ну, относительно одинаковый. И герои такие, что тут мало что от рук зависит. Но тут прокликивать разве что надо хорошенько Лину. Хотя тоже этот рассказ кажется, может, сложным, если там 15 часов доты. А если чуть более 20 часов доты, то уже, в принципе, не такой сложный рассказ. Юл под ноги, полный рассказ, стан, Драгон Слейв и сверху Лагуна Блейд. Если кто-то еще барахтается, там просто с руки. Ну что, убивают у нас Дроу Рейнджер. Убивают Дровку, пока что размен один в один. Убивают также Вайда игроки команды Минески. Ну и продолжает здесь Ку-Ку наяривать. Разваливает Феникса. Дабл килл для Квин оф Пейнт. 5-2. Вот это разозлилось Квапа за то, что с ней делали на нижнем лайне. Теперь кричит просто как полоумная на всех. И Соник Вейв вообще по КД раздает. Но это, как по мне, правильное решение. У Винги до сих пор нет у бедняжки Транквилл. Нет, все-таки есть Транквилл. И да, разобрала базилку Винга и приобрела себе Транквилл. Врыв у нас от Туди на Мидлейн. Джесси Уош в куполе. Но Джесси Уош относительно безопасности. Здесь под Ласт Вордом. Бежит Джесси Уош. Проходит 1 баш, 2 баши и Мелефейс от Энигма. Энигма забирает Дроу Рейнджер. В прошлой игре такого не было. В прошлой игре Дроу Рейнджер сама всех забирала. А теперь 0-2-2. Куда у нас у Мейнкерри команды Минески? У Джея как дела? Ставфу Физвердри имеется. Сейдж Маск тоже есть. Квапе прилетает Юл. Приехали. Ну если не собирает, в принципе, Лина. Почему бы Квапе для Лины не собрать Юл? Вот она, женская солидарность. Друг к другу, собственно, шмотками просто будут делиться. Вингу оставили пофармить внизу. Хотя тут Джесси Уош наглым образом приходит и забирает весь фарм у нас у 5-5-9-3. Джей Соло остался против Пака на топ-лейне. Ну что вообще у команды CSW там по стратегии? Голдот должен получить деньги для Даггера. Мека сейчас имеется. Драться. Кенсу Вейп смогут. В принципе, неплохо так и получится. Кстати, бедняжка Курьер. Еще один удар от Голдота. Курьер рассыпается. Нет, 4 хп остается у Таботино. Таботино улетает отсюда очень быстро и очень уверенно. А вот был бы Даггер у Энигмы вместо Мекки, Курьер был бы мертв. Хотя был бы Даггер у Энигмы. Энигма, наверное, раз 17 уже бы умер. Команда Минески выходит на нижний лайн. Т2 сыпется по чуть-чуть, по чуть-чуть, но сыпется. Прилетает сюда Вейдинг Рэш. Сам тут ничего не сделает. Дримскойл давным-давно был проюзан. Еще 60 секунд откат. Феникс готов влететь. Супернова уже имеется. Я думаю, не очень страшна-то, в принципе, Супернова. Тут нормальное количество демиджа. Тут хорошая, в принципе, скорость атаки у той же Дроу Рэнджер. Так, Джесси Уош, точнее, Вейдинг Рэш. Отъезжает очень быстро. Хроносфера пошла у нас от Туди. Дроу Рэнджер рассыпалась. Ова тоже рассыпается. 2 в 1. Одного. Кто тут у нас? Еще и Квапа улетает как можно быстрее. Хотя Джей готов подраться. Под ноги Голдоту. Фулл раскаст. И Голдот выживает. Нет, Голдот в итоге погибает. Кстати, летает у нас в ветрах еще и Туди. Орут на него. И Туди как-то немножко недочет небольшой. Соник Вейв, в принципе, Туди заэвейдил. Да бейте же его. Лина просто наваливает с руки. Уходит в итоге Войт. Ну и, скорее всего, Лину здесь разберут. Да, и Карл Сдаев у нас от Феникса. Как же неприятно. Феникс у нас вырезался лицом в удар от Лины. И по факту 3 в 4 разменялись. Еще и Рубик тут. Просто вдовеса ко всему 3 в 5. Тим Вайп со стороны Кенси Уипс. Правда, уже возродились Дроу Рейнджер. И Венжи Фулл Спирит. И Дровка уже бежит сюда. Готов у нас Джесси Вош зарабатывать 11 левел. И готов мстить за то, что с ним сделали не так давно. Пака можно успеть и разобрать. Нет, никакой неудачный гаст от Джесси Вош. Чего вообще он ожидал? Что можно дать удар, а потом... Гаст не увидит у нас в 1 крэш. Но это позор вообще. Полный. Ну, фейл. Безусловно, фейл от Дроу Рейнджер. Но, в принципе, это ее личное дело. Хочет фейлить, пусть фейлит. 11 левел уже есть для Дровки. По демеджу 200 с копейками. У Лины по демеджу 130 где-то... Ну, 133 и... 130. Нормально я посчитал. 130 и плюс еще и... Скорость атаки просто чокнута. Четвертая пассивка. В один Лайт Страйк Эррей. Вкачан. Ну, тут не очень по длительности оглушения. Разница большая. В принципе, тратить 3 левела просто на... Так, ну что, поймали у нас Сайленсера. Тут не успевает, в принципе, под ноги Лина. Раскастовку дать он на Сайленсеру. И Фейслес Войт забирает Рубика на мидлейне. 11-17. Ну, игра просто... Просто размазана по всей карте. И не поймешь, где вообще кто дерется. Почему игроки команды не могут... Ты одной и другой, в принципе. Тут не суть как важно. Не могут собраться вместе. И какую-то стратегию попытаться реализовать. Это даже вопрос... Полнейший причем. Так, цепляют у нас Лину. Или Лина сама себя цепляет. Да, Лина у нас в Юле. Просто так летает Зайвейдила. Зайвейдила здесь Малифейс. Ну и что? Рассыпался Энигма в итоге. Соник Вейв от Квапы. Немножко раскастов от Лины. И все. Энигма, который по фарму на пятом месте. Пока что Блэк Холлы нормальные не давал. По-моему, он вообще не давал ни одного Блэк Холла. Насколько я могу помнить. У Туди есть Мом, есть... Кроме Мома еще и ПТ. Здесь сразу три героя команды ССДАБЛ. Если не всех поймать в хроносферу, то могут быть проблемы. Ку-Ку врывается дальше за Курьером. Курьера убивает. Курьер пустой был, но от этого не менее обидно. Блинкаут Ку-Ку отсюда. На хосте. Будет ли делать ТП-аут, непонятно. Тут достаточно маленький, в принципе, достаточно маленький откат по Блинку. И все. Ку-Ку отсюда уходит. Туди еще и настреляла. Полетал Туди у нас в ветрах. Хроносферу в итоге дать не смог. Не знаю, хватило бы вообще хроносферу. Квапы 1000 по ХП и 5 дефа. Не уверен, кстати, что Фейс Свойд вообще бы квапу у нас снес. Даже на 11 левеле. Иллюзори Орб у Рубика. Ну-ка, ну-ка, показывай. Показывай. Ну зря, что ли, крал. Рубик. Не хочет Рубик кастовать Иллюзори Орб, но он стесняется. Все отвернулись. Ладно. Ой, все. Лина. На нижнем лане фармит. Пока что никто не мешает. Правда, недалеко у нас Туди и Феникс расположились. Ну, врыва пока что не осуществилась. Ну, все. Начал Феникс у нас отстреливать по Рубику. Сейчас Иллюзори Орб, скорее всего, будет проюзан. Нет, у нас тут и Карус Дайв от Рубика проюзан. Ну и должны разваливать здесь яйцо Феникса. Даблкилл от Лины. Войда вообще не почувствовали. Под Момом был Войд. Да, Войд был под Момом. Лагуна Блейд поймал. Ну и что Войду вообще оставалось, кроме как умирать. Под Момом Лина вообще никого не замечает. У него самой устроенный Мом. Правда, без Вампирика, но тем не менее. Тут понимаете прекрасно, что... Ну, огромнейшая скорость атаки. Три максимальных эффекта. Это плюс 240 скорость атаки. Жуть вообще полная. То есть в два раза больше, чем сейчас скорость атаки у Лины. Ловят Пака. Пак быстрее Даггераут отсюда и бежать. Страйк за Ивейдл, как я понимаю. Да, не висит страйк у нас на Паке. Пак уходит. Еще, кстати, руну Регена. Гоу Дот. Без Даггера до сих пор. Набор артефактов прежний. Врывается Туди у нас. Не успевает поставить хроносферу и улетает Лина. У Лины нормальная скорость движения за счет бутсов Тревел. В принципе, попробуй догони ее. Ну и даже на Моме и при помощи Тайм Волка Фейслос Войт становится, мягко говоря, бесполезным, потому что через Юул контриться Фейслос Войт очень и очень просто. А еще и Мом для него вообще могила, если туда Лагуна Блейд влетает от Лины. Что Джесси Вош? Джесси Вош заработал себе уже на Блинк Даггер. Появляется Угр Клаб. Скорее всего, в БКБ будет выходить у нас Дровка. Есть, в принципе, против кого. Убегает Дроу Рейнджер. Зато Джей здесь. Поменялись местами. Теперь Джей будет у нас пушить Тавер. Прилетает сюда уже Энигма. Чейнс готов. Врываться у Чейнса есть Аганим. Есть Аганим. Еще и 300 сверху. Друг друга видят, что Джесси Вош, что Вейдин Крэш. Лагуну Блейд не дали провязать у нас Джей. Джей взлетает в ветра. Но это просто, чтобы Last War заивейдить. Ну что, будет ли рассказ? Да, Лагуну Блейд перед смертью. В Чейнсе Лагуна Блейд. И умирает у нас, кстати, Лина. И все. Лина, по-моему, в сущий ад попадает после возрождения. Бежать по кустам. Бежать. Но далеко особенно не убежишь. Убивают у нас Лину. Ну и Чейнс доминейтинг. Плюс 26 по интеллекту. 120 с руки. За счет Глейвс тут вообще. Невывозимый дэмэдж для команды CSW. Точнее, для команды Минески. По золоту Минески. Начали сыпаться. 6000 выигрывали. Сейчас 3 по экспириенсу в ноль. CSW поворачивает в свою сторону графики. Вот так вот Ова решил поступить у нас с Голдотом. Высвопнул его и прям под Чейнса сам. В итоге умирает. Умирает и плюс 2 интеллекта у нас для Сайленсера. Как будто некому вообще дарить смерти. Сайленсер 14 левел. Интеллекта. Сколько интеллекта? Интеллект это здесь 100... 104. Ну и Глейвс оф виздом. 90% интеллекта в урон. Когда будет промакшена. Пока что не максит. Надо подумать уже об этом. Все-таки плюс 90 к дэмэджу. По-моему неплохой показатель. В хпшку у нас просто Чейнс пока что собирался. Тут плюсики вкачаны. Чтобы больше было хелс-поинтов. Чтобы можно было выживать в файтах. И таким образом стелить интеллект. Но сейчас уже достаточно интеллекта. Да и хп вполне достаточно. Лина забирает у нас Феникса. В собственном лесу. Минески не прощают. Такие загулы. Тут такие герои. Которые вообще не для прощения созданы. По Нетворцу Джей на первом месте. 11200. По Экспириенсу Джей тоже где-то там в топе. Относительно. Да, 15 левел у него. Ну и побежали. Побежали, побежали, побежали. Побежали на хэграунд. Заходит у нас Джей на хэграунд. Сайленсера поймали. Глобал пошел от Чейнса. Глобал переживает. Будет ли украден Глобал у нас от Гоуджуан Джей точнее. Или Зори Ор провязал у нас Джей. Понимают ветра Энигму. Энигма очень удачно вхастовал Блэк Холл. Хотя, кстати, развалят в любом случае Рубика. Ну и Куку здесь очень сильно горит. Блинкаут как можно быстрее. Убили Лину. Лина выкупается. И сюда уже файт. Сейчас всю ярость поймет Гоудот. Туда же Лагуна Блэйд. Развалили у нас Энигму. И погоня дальше за Линой. Лина по Туди. Ну тут три человека. И после байбека Лина умирает. Бедняга, бедняга. Очевидцы, получившие приз за бойню. Два. Это действительно настоящая бойня. Женщин отлупили как могли. Дроу Рейнджер сначала. Ну тут, конечно, больше Сергея Зверев, чем женщина. Ну Лину-то два раза наказать. Но это вообще переборщик. За что, спрашивается? Такая благородная внешность. И вроде бы такая серьезная подруга. Лину два раза здесь. В нелестной вообще форме. Приняли. Ну а со стороны команды CSW всего лишь одна смерть. И это Энигма. На топ... На мидлейн выходит команда CSW. Тауэр горит. Уже здесь Ку-Ку. Ку-Ку под Сайленсом. Под Ласт Вордом. Супернова пошла у нас от Феникса. Еще и Квапу развалили. Ну Квапу-то можно, в принципе. Подруга ко всему готовая. Так. Рубик. Тоже на лоу ХП. Рубик сыпется. Ну и здесь, скорее всего, может умереть Ведин Крэш здесь. Ну и трипл килл уже у нас от... от Феникса. Что вообще происходит? Ультра килло 3-4-3. Феникс. Я думаю, это в 12 штатах США вообще противозаконно. Такое поведение от Феникса в общественных местах. Ультра килл. Четыре фрага. На ровном месте. 1540. Зарабатывает у нас Феникс. Тот, который вообще не должен ничего зарабатывать. Потому что это саппорт Феникс. Ну вот свезло так свезло у нас. Феникс. Ну что, и на Т-2. Ну все, всего достаточно. У СССР и вторую катку они не намерены команде Минески отдавать. Как жаль. Уже столик заказали тут недалеко. Хотели пораньше отойти. Нет. Ничего такого. Минески тоже, наверное, по этому поводу переживают. Говорят, мы тоже столик заказали. Тоже хотели отойти. А тут такой облом прогорает. Но Минески ничего не делают для того, чтобы выиграть. Тут какой-то просто непонятный пуш. Если пуш, то втроем. Если бежать, то поодиночке. В итоге, в итоге, в итоге льются. Дерутся по два, по три человека. Дровка собирается в совершенно неясные артефакты. И вот, наконец-то, БКБ тут уже как-то вырисовывается у Джесси Воша. Но почему так долго тянуть до него, непонятно. При том, что Фениксы с СССР и очень неприятное делают. Малифейс тот же от Энигмы. Ну и Лина. Бутсов Тревел. Вместо БКБ, вместо каких-то полезных артефактов. Тут, в общем-то, неплохая инвестиция. Конечно, у нас от Лины. Но в ХП-то ничего нет. И вот, собственно, Лина теперь сыпется. СССР пошел у нас. Это Глобал. Да, это Глобал у нас у СССР. А зачем? Собственно, зачем это надо было? Испугались, что Лина выживет. Но это невозможно было по факту. Там по ХП никак у нас Лина не вывозила. Ну и Чейнс. 42 интеллекта уже забрал себе. 124. Общий показатель интеллекта для СССР. Ну, качай ты Глэйвы, в конце концов. С чем ты бесишь меня? Джесси Вош на топ лейн. Пока что в соло. Заходит Гоудот. Заходит в бок у нас Джесси Вошу. Дримкоил по нему. И ТПА у нас Джесси Вошу. Скорее всего, получится. Нет, не получается. Малифейс без Блэкхоллов. Без каких-то серьезных там спылов, которые необходимы. Просто развалили у нас дроу рейндж. Я думаю, это ГГ Гоу Некс, потому что у Сайленсера уже вот-вот появится, ну не вот-вот, но минут пять и появится рефрешер орб. Это сверху аганима. Понимаете, что 12 секунд глобала никто из Минески этого не выдержит. Да и я, собственно, боюсь Доту, когда тишина такая 12 секунд. Туди высвапывает его и Туди разбирает. Ну и 3-4-3 тоже старается отсюда уйти. Не должны отпускать даблкил от Ку-Ку. Отомстила Квапа за ультракил у нас от Феникса. Она там тоже принимала участие, разваливалась. По итогу файта заработали 1500 по золоту игроки Минески. И 4500 по экспириенсу. Не 4500, а 4500. Вообще общий показатель. Здесь 2,5 CSW по экспириенсу CSW чуть более 10 тысяч. Хорошо себя чувствуют. Выигрывают на 12 фрагов. На Рошана отправились в Минески. Ждет ли этого команда CSW? Наверное, ждет. Ну, куда врываться, в принципе, без Вайда и без Феникса? Ну и не успевают. Просто не успевают. Тут уже без вопросов. Т2 тоже отсутствует. Прилететь толком некуда. У Пака появляется Хекс. После Блинк Даггера Хекс, Боттл, Пауэр Трэдс. Уэддинг Крэш что-то да нафармил. 5-2-12. В принципе, пак у нас относительно боевой. И серьезный в вопросах фарма. В вопросах... Ну, короче говоря, не архитичный пак, который бегает с одним догоном первого левела до 48 минуты. Ну и потом смотрит, как падает его трон. Вполне нормальный боевой саппортовый пак. Сюда Аганим добавить и, в принципе, все. Цены ему не будет вообще. Что там у Сайленсера? Далеко ли до... Эм... Рефрешера? 1400 остается до рецепта Сайленсеру. Аганим есть. Когда будет рефрешер, у команды Минески, я думаю, уши от такой тишины заложит. Продолжение следует... Джесси Воши оставили пофармить. Есть БКБ 10-секундный, есть Яша. Ну, наконец-то, Джесси Воши хоть не так сильно будет сыпаться от команды Кэнт Сэй Уэпс. Тут, в принципе, и сыпаться, по большому счету, нет кого. Но не от Сайленсера Жидровка должна рассыпаться у нас Жидровка. Это, по-моему, антисемитизм какой-то был с моей стороны. Жидровка. А не от Сайленсера Жидровка должна у нас рассыпаться на 30-й минуте. По факту так и есть. Джесси Вош просто-напросто лишен был Блэк Кинг Бара. Поэтому и проблемы невероятные были в любом файте при участии Сайленсера и Дрова Рейнджера. Ку-ку, Хекс имеет. У Пака тоже есть Хекс. Еу, кстати, еще и 2400 сверху для Квин оф Пейнт. Квапа, вот теперь я понял. Квапа у нас, кстати, всыпется у нас по ХП Феникс. От кого это? От чего? Нет, Феникс просто решил поумирать от крипов. Ладно, не страшно. Поймали Джесси Вош. Джесси Вош Блэк КБ. И вот теперь посмотрим, что у него будет. Высвапывает его Венга и теперь Венга рассыпется. А Джесси Вош отсюда уйдет. И не отдастся тут даже Эншентам. Как же неприятно Дрова Рейнджер со своим тиммейтом поступила. Во-первых, Эншентов заставила свапать себя. Во-вторых, Эншентов предварительно развалила. Некому отдаться Венге вообще. Что и в итоге отдается Энигме. У Гоу Дота есть Даггер, есть БКБ, есть Мека. Энигме больше ничего не нужно. Это все на 30-й минуте. В принципе, Энигма уже готов идти заканчивать. Что-то вообще с командой Кенси Уипс. Готовы ли идти заканчивать Феникс? Феникс готовится выйти у нас в Аганим. Так, немножечко ликбез у нас по Доте. Что у нас Аганим дает Фениксу? Ничего, в принципе, только... Дальность применения. Ну и тоже неплохо, в принципе. 6 секунд длительность плюс 500 рейнджа. Это, по-моему, очень неплохо. Где угодно становись под своим фонтаном. Кастуй Супернову. По всей карте будет действовать. Забрали, кстати, у нас Феникса, которого я только что рассматривал. Я так и не понял, почему у нас Феникс черно-белым стал. Да потому что я смотрел на него в упор и не видел, как его убивали. Это от тоски у нас Феникс рассыпался. На меня никто не обращает внимания. 518 Джесси Уоша после Яши. Где же, где же, где же? Где же Сэнш? Нет же, Си Уоша у нас выходит в Манте Сайл, уже летит в Курьере данный артефакт. А команда Минески выходит на Т2 по топу. В это время Ова вместе с Джейм на мидлейне развлекают у нас Гоу Дота. Ну что, смогут ли Минески додавить? Пошли в атаку, вроде бы у Минески все хорошо. Неужели это так может закончиться? Вроде терпели, терпели тут по золоту. А по золоту Минески-то 3000 уже выигрывают. По экспириенсу 2000 Кэнси Уипсу. Это вообще не считается. Гоу Дот готовится. Да куда? Делает вид, что у него есть Блэк Холл, но у него нет Блэк Холла 30 секунд. И об этом Минески знает. Даже я этот тайминг, в принципе, мог бы посчитать. Улетает у нас Винга? Нет, Винга не улетает. Ну, небольшая, в принципе, потеря. Глобал пошел у нас от Сайленсера. Причем второй уже Глобал от Сайленсера. За Рубиком гоняются. Ладно, если убьют Рубика не проблема, но здесь убивают Джесси Вош. 3 в 0 разменялись. Вот так вот Минески повели себя. Пацаны, я их развел на ульт. Гоу пушить. Минус 3 в таверну. Умирает Дроу Рейнджер. Не будет ее еще 60 секунд. Зато Лина отправляется на нижний лайн. Сфармить и вообще пушить. Бладстоун есть для Джея. Максимально быстро нужно участвовать в файтах. 24 манно-регена в секунду. Всего предостаточно. Скорость атаки у Лины огромнейшая. 0.39 на атаку. 3 удара в секунду. По 150, 3 удара в секунду. 450 в секунду от Лины влетает. Это просто в одно лицо, если она будет бить. В это время падает Т2 по мидлейну. Лина подпушила под самый-самый тавер. Под хайграунд уже. Локацию CSW. И отправляется фармить на топ теперь. Лина у нас по фарму первая. 19 тысяч. На втором месте Куку. У него 15500. И на третьем Джесси Вош. Всего лишь на 20 копеек отстает у нас от Квапы. Есть ДД для Куку. Смок спадает у нас в беден крэша. БКБ врубает у нас Куку и начинает разваливать Туди. Успеет ли? Успеет ли? Да, но успевает. Туди не туда прыгает. БКБ от Туди. Джей должны убивать. Ну и никак нельзя помочь Джей. Не может ничего у нас делать Квапа. И застреет Квапа при этом еще и в кустах. Бедняга, бедняга. Дрим Койл по ней. Ну Квапу никто отсюда не отпустит. Высвапывает Квапу у нас кстати Винга. Ну и прям под жадные руки Туди. Рассыпается Рубик. Рассыпается Венж Фулл Спирит. Дроу Рейнджер до этого рассыпалась. Выкупается у нас здесь и Уош. Пас стоит в Блэк Холле весь БКБ. Хотя Гоудота может здесь убить. Надо самой улетать отсюда. Дроу Рейнджер. Ну как ты улетишь 22 секунды. Еще откат будет. Все. То свинья, то курица, то жаба. Беднягу Дроу просто растащили по всей карте. Размазали и 6 в 0 размен. Выкуп был у нас у Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер вернулась в файт. И теперь ничего хорошего. Нет, не было байбэка. Дроу Рейнджер неужели так быстро сама по себе восстановилась. Как-то я наверное простыкал. В любом случае римвайп был. Пятерых забрали. Лина. 5 зарядов в Бладстоуне. Врываться есть чем. Цеплять Лину тоже есть чем. Просто дается Блинк Даггер. Куда-нибудь на хайграунд. А дальше... Сайлентс от Пака. И все. И Лина становится недееспособной. Медная пульс под ноги. Половину Таура ССВ снесли и отходят. Не хотят в принципе на те же грабли наступить, что и Минески. Одну минуту назад, когда все 5 человек пошли пушить и все 5 человек развалились. Причем развалились в ноль вообще. У Сайлентсера уже рефрешерор подкатился. Есть Глобал Сайлентс. Есть Аганим туда же. Ну и еще 3400 на руках. Наверное не будет для чейнца лишним. Хекс. Вообще хексы лишними в команде не бывают. Тут каждому бы по хексу и нормально бы себя чувствовали. Что кстати по хексам вообще у нас на карте. Видел у Квапы. Да, у Куку есть один. Есть у Пака. 2800 у Энигмы. Возможно и у Голдота. Сейчас появится данный артефакт Феникс. Приобретает себе Виталити Бустер. Есть уже Аганим. Ну вот. Ну и Виталити Бустер. Это значит будет выход в ротов Атос. У Феникса потом уже будет Шива. Пока что рановато. Винга у нас взяла себя в руки. Повела себя как командир. Начертила прямую. Прямая это вплоть до хайграунда команды CSW. По топу. Энигму буду пытаться забрать. Нет Блэк Холла. Сюда уже прилетает Пак. Пак пошел дальше гнать Рубика. Рубик ну выйди же ты. Выйди. Форстав есть. Рубик бежит отсюда. Но Дримс Койл в последнюю секунду. Ставит Дрим Койл. Ну и что. Заходит на хайграунд Джесси Вош. Не юзает кстати третий скилл. Ну что. И оставляет здесь Ову. Ову оставляют просто в соло. Тут умирать. Что ты за человек Джесси Воша. Клавиатурой вообще забить. Такого в детстве можно было человека. Оставил своего тиммейта погибать. Отправился на хайграунд. Улетел. Ну а в принципе с другой стороны. Дроурой. Венжи Фулл Спирит сама эту авантюру нарисовала на карте. Ей отдуваться. Типа подруга твой план не сработал. Я ухожу. Все. Занимайся дальше сама. Направление есть. Развивай. Развила у нас Венжи Фулл Спирит. 40 секунд в таверне. Будет сидеть. Думать. Что пошло не так. Джесси Вош. Погоня дальше за Гоу Дотом. Газ будет? Нет. Газ то не будет. Зато есть Блэк Хол. На тебе. По двоим Блэк Хол от Гоу Дота. Правда в никуда. Где же Рубик? Вот сейчас бы стырить у Гоу Дота Блэк Хол. Еще один хочешь юзать? Не хватает просто маны у нас у Гоу Дота. Рефреш проюзали. Кстати залетает у нас Феникс Сан. Гоу Дот и все. Выходит Энигма. Фулловый. Вот она гоним. Вот она гоним. Да. Черт возьми. Как я мог вообще забыть? Кстати сыпает. Сыпется у нас Джей. И разваливается практически вся команда Минески. Энигма. Выходит фулловый. Рефреш рор проюзал. Всего предостаточно. Да. Я вот о чем. У Феникса. Агоним дает возможность брать плюс одного человека в Феникс Сан. То есть юзаешь Супернову. И эту Супернову забираешь кого-то из своих тиммейтов. Он точно так же как ты восстанавливается. Становится абсолютно фулловым. По хп по мане. Короче говоря перерождается в полной мере. Зачем Гоу Доту надо было Феникс Сан цовать. Если Гоу Дот в итоге пошел и отдался в соло. Непонятно. Миднайт Пуль забирает Рубик. И вот теперь можно идти пушить. Надо выкупаться. Или хотя бы как-то поторопить время линии. И отправляться как можно быстрее к своим тиммейтам. Джесси Вош. 3100. Есть на руках. 370. С руки у нас Дроу Рейнджер уже наваливает. На мид лейн отправляется Дроу Рейнджер. По фарму кстати. По фарму. По фарму. Что там кто на первом месте. Джей по прежнему на первом месте. 1200 на руках. БКБ. Бладстоун. Аганим. Бутсов. Тревел. Ну и Хэнд оф Мидас. Мидас нужно бы уже и продать. Туди забирает Венгу. Девятый раз погибает Венжи Фулл Спирит. Ну а нефиг вообще авантюры организовать. Тем более на 40 минуте. 7500 по золоту. Кэнси Уэйпс. По экспириенсу. 20000 австралийский коллектив. Аганим для Туди готов. Войд с Аганимом. 100 миллионов секунд хроносфера действует. 100 миллионов секунд хроносфера действует. Нет, у меня не Сларк, а комментатор. Это озвучивание мега убийств от Клокверка. Сларка, к счастью, здесь нет. Сларк вообще, по-моему, человеческих слов не произносит. Ку-Ку под инвизом. Можно, в принципе, голду отцеплять. Если Сайленс, нет. Сайленса нет, зато есть Хекс. Ну и тупа, вот квапа отсюда. Сразу на нижний лейн. Будет врываться и будут стараться забрать Туди. Просто нужно достать. Поднимают ветра у нас в вайда. И пошла ульта от Сайленсера. Ульта такая, что вообще ничего не проюзать. Ну и все, Ку-Ку терпит. Ку-Ку рассыпается. Ку-Ку дарит плюс два еще по интеллекту у нас. Сайленсеру проюзает. Чейнс проюзал. Рефрешер орб. Дальше еще одна глобал сала по всем. Сыпется джей. Разваливается здесь рубик. Гадлайк для Чейнса. Как же неприятно команде Минески. Тут вроде Дроу Рейнджер так сильна сама по себе. Так здорово валит с руки. Ну а толку вообще, если комбинация у Кэнси Уипс великолепная вообще. Там глобал Сайленс не позволяет ничего сделать, кроме как бежать. А бежать, бежать, в принципе, по Дрим Коилам вообще нет вариантов. Кто там, кстати, подарил у нас Линкен Сферу в айду? Это сделал Пак. Заходят на хайграунд. Первая линия начинает сыпаться и, скорее всего, развалится. Но здесь надо сплитпушить. Здесь нет смысла задефать. Не получится вообще никак. Джесси Уош должен куда-нибудь отправляться и что-то по-быстрому сносить. Лиц линии можно попрощаться. Джесси Уош сразу же на топ. За счет даггера, за счет еще чего-нибудь. Но тут все прилетят. Курьера просто так подарили. Кому? Куда вообще? Куда летел Курьер? Я так и не понял. Куда вообще летел Курьер Рейден? Что за наркомания? Что за муф от Джесси Уоша? Просто подпушить под хайграунд, чтобы команда Кенси Уипс получше поформила? Ну, пожалуй, ну, действительно, какая-то около дота полнейшая происходит здесь. Неясные абсолютно мувы ни одной, ни другой команды. То Минески устраивает какую-то маразматичную доту, то Кенси Уипс. Организаторы-психоделики у нас на карте. 44 минуты. Сыграно по золоту 10 с лишним тысяч Кенси Уипс. По экспириенсу австралийцы 20 тысяч. У нас где-то близко третья карта, я думаю. Если, опять же, в пятером Кенси Уипс не сольются, как когда-то Резолюшн в свое время на Оликонтропе с купленным Рефрешера Орбом не слился и не оставил свою команду в меньшинстве, а там, кроме Резолюшна, вообще никто не мог биться. Если здесь, правда, не сольются, так Кенси Уипс с закупленными дурацкими артефактами и отсутствием байбеков, то, в принципе, додавить своих оппонентов должны. На первом месте по фарму Сайленсер. Такое вообще бывает где-то еще в мире. Просто с ног на голову вся дота. У Чейнса 23 500 заработано. Лина выходит у нас в Сайленсера. Фулл раскаст. Давай лагуну туда. Ну и что, съедает сыр у нас Чейнс, а Джей отправляется в таверну. Еще и Бьен Гадлайк у нас для Сайленсера. Просто неубиенный. 3 500 на руках, есть Хекс, есть Рефрэшер Орб, есть Аганим. Сайленсеру просто плевать на Лину, да и на всех, в принципе, вместе. 70 интеллекта. 250, даже 200... Это 290 просто с руки у нас у Сайленсера. Ну и прекрасно понимать, что здесь по интеллекту. 200 интеллекта, это плюс 180 еще с руки. Короче говоря, Сайленсер где-то у нас по... Я думаю, по... Ну, по 500 точно бьет. Просто рукой. Без артефактов вообще на дэмэдж какой-то дополнительный. По героям, конечно же, я имею ввиду Глэйвами. Ну, а так по 300 наваливает Чейнс. Ну, всего предостаточно. Маны 3049. Ничего на ману, кроме Хекса, не имеется. Сайленсер ультает у нас Джесси Воша отсюда. Толкнуть? Ну, давай в соло подерись. Джесси, ну, делай что-то. Нет вариантов отступать. Если отступить сейчас, это отступить вообще навсегда. Команда Кенси Уипс не слезет с головы. А здесь в соло можно было Сайленсер расковырять. Сайленсер покупает себе Талисманов Эвейджин. Чейнс, я так понимаю, готовится выйти в бабочку. Но, скорее всего, тут вряд ли появится Алибарда, потому что вроде как не подходит Чейнс. Но для скорости атаки, для скорости бега... Сейчас глянем. 3 500 у Сайленсера. Пока что просто Талисманов Эвейджин. Драка на нижней руне. Высвапывает у нас Вингу. Точнее, Винга у нас кого-то высвапнула. А кого она, кстати, высвапнула? Кого спасала у нас Винга? Рубик. Сыпется. Дримкоил, если поставят, будет... Поставили Дримкоил. Правда, бесполезно абсолютно. Блэк Холл по двоим. Джей под БКБ. Но тут с руки уже Чейнс наваливает так сильно. Гоу. Дот. Влетает у нас в яйцо. Ну и триплкил от Сайленсера. Все. Фуловый Энигма. Блэк Холл есть. Драться можно. Миднайт Пульс есть. Все есть. Ну и где-то Туди там кого-то забирает. По-моему, Куку... Да, Куку у нас отваливается от Вайда. Идти сносить Мидлейн. Байбэков нет. Пишите ГГ. Не морочите голову. Гоу-некст игру вообще. 48 минут уже сыграно. Байбэк у нас от Куку. Решил подраться. Байбэк также от Лины. А где Дроу Рейнджер? Джо Си Вош в принципе жив. Ну и все. И Кенси Випс отходят назад. Куку ловит Хекс. Все. Куку приехал. Блэк Холл по Куку. Больше его здесь не будет. Джей тоже скорее всего здесь уже не будет. До свидания. Команда Минески. Теперь точно счет 1-1. В принципе надо писать уже команде Минески. Гудгейм. Да, так и есть. Джей пишет Гудгейм. Поздравляю команду Кенси Випс. Рако Дота заканчивается в их пользу. Ну, Минески тут примерно так, как Кенси Випс. В прошлой игре себя повели. Молодцы. Молодцы. Решили подольше. Поиграть хорошо. Останемся с ними на третий матч. Пока что не переключаемся. Музыка, графика. Услышимся через 2-3 минуты. У нас счет 1-1. Ждем третью катку в формате Best of 3. Субтитры подогнал «Симон»